В России меняется правительство. Кто займет ключевые посты и в чем сохраняется интрига? Это «Вести недели» и я Дмитрий Киселев. Добрый вечер. Смотрите сейчас. От перестановки мест в правительстве ситуация в российской экономике не меняется. Этот закон еще был известен Архимеду. Здравствуйте. С вами я, Денис Кривошеев. Ну что, соскучились по мне? Это «Вести недели» без Дмитрия Киселева. Сегодня в программе «Совет по правам человека по президенту России» будет добиваться расследования событий 5 мая в Москве, где людей, казаки, били нагайкой. Израиль победил в конкурсе песни Евровидения 2018 года под, не побоюсь этого слова, кудахтанье. Украинские боевые дельфины отказались подчиняться российским военным и погибли. И вот они, герои этой недели, животные. Путин подписал указ о структуре нового правительства. Ну, новое, понятно, но в кавычках, естественно. Ночные волки опозорились на Крымском мосту, чтобы не опозорился сам наш царь, наш православный государь Владимир Владимирович Путин, который вступил в эти самые майские каникулы в президентскую должность. Минфин и Минтруд предложили варианты повышения пенсионного возраста. А вот варианта хорошего дожития на пенсионном возрасте, такого варианта у правительства нет. Дмитрий Медведев представил новое правительство России не только царю, но и нам, его холопам и рабам. Расскажу о самом ненавистном министре в новом правительстве России. Такие темы недели, друзья. И не другие тоже. И мы начинаем. Значит, совет по правам человека при президенте России будет добиваться расследования событий 5 мая в Москве. Люди, которые применяли силу к протестующим и не имели отношения к полиции, надо привлекать к ответственности. Об этом заявил член Совета по правам человека Игорь Каляпин. Расследование можно будет и не проводить. Все очевидно. Данных казачков наняла мэрия Москвы, считай Собянин. Их привезли из Крыма. Это еще раз доказывает, что власти Крыма под руководством Гоблина из ОПГ Муле или Муслия плевать хотели не только на украинские законы, но и на российские. Самое интересное, что руководители этих засланных казачков, которые в 21 веке, когда есть у росгвардейца его величества Путина, били людей на улицах нашей столицы Нагайкой. По сути, это реальное преступление против народа. Недаром казаков советская власть в годы Гражданской войны истребляли этих самых казачков-дружинников. Оставляли только тех, кто был лоялен Ленину и принимал коммунистические ценности. Но вернемся к руководству казаков в Москве. Им руководил атаман Иван Миронов. Он генерал-лейтенант запаса ФСБ. Бывший ФСБшник руководил казаками. А каково? Это вот как Галилео Галилей руководил бы католической церковью. А после его карьеры в тайной полиции нашего государя-императора, как сказали бы в 19 веке, он занимался в Ростехе продажей оружия. Ну и транспортировкой его, соответственно, на внешние рынки. Перенаправлял его за бугор. Коррупция? Нет. Это там на Западе коррупция. А у нас это просто данность. В 2005 году в Тольятти, для тех, кто не знает, Тольятти это Самарская область, это город Самарской области, высадился десант. Причем, без кавычек, реальный десант менеджеров Ростеха, в котором был и Иван Миронов. Он, со слов работников Автоваза, производил вооруженное собрание акционеров. То есть, занимался рейдерской захватой ВАЗа у группы компании СОК. Кстати говоря, компанию поэтому и ликвидировали. Топ-менеджеров компании СОК расстреливали из гранатомета. А голову компании СОК Юрия Качмазова пытали у ФСБ Подсамарской области. И он, кстати говоря, у ФСБ Подсамарской области находится практически около памятника Ленина. Ну, так вот, как-то неожиданно всплыл на этой неделе Ленин. Ну, так вот, вернемся к руководителю казакам. И, значит, говоря, в результате чего Ростех пришел фактически к власти в Самарской области. Ну, в результате рейдерского захвата Автоваза. В 2007 году, когда Путин уволил губернатора Самары Читова и поставил как раз-таки Артюкова. Выходца из Ростеха, который шел на местные выборы под лозунгом зарплаты на Автовазе 25 тысяч рублей. И это реально. После его победы на местных выборах люди понадеялись на данную зарплату. Но грянул экономический кризис и зарплата 25 тысяч на Автовазе так и осталась на бумаге для работников данного завода. И они пошли на забастовку и стычку рабочих. В то время Миронов руководил службой безопасности ВАЗа. Он шантажировал и угрожал работникам Автоваза, чтобы те не сильно вякали. В результате чего массовые забастовки на Авазе так и не случилось. После очередной смены губернатора в Самаре, Миронов и Артюков вновь перешли на службу в Ростех. В 2014 году он, Миронов, был избран на так называемом Кадачьем круге руководителем Центрального Кадачьего войска. Того самого, которого не было в истории России, но который теперь есть сейчас. Чтобы бить протестующих в самом центре Москвы без всякого на то соблюдения закона. Да и вообще прохожих. Именно для этого данные отряды казаков как раз и нужны российской власти, чтобы в случае чего отречься от них. Мы выбрали Миронова главным казаком Москвы не просто так, а для того, чтобы центральные казаки подписали, заключили контракт с правительством Москвы на сумму, внимание, 54 миллионов рублей. Про Миронова сами же и единороссы говорят так. Абсолютно некомпетентный с юридической точки зрения человек, который работает крайне неэффективными методами. И когда это все известно обычным блогерам, таким как я, а не совет к правам человека, то прав Максим Леонардович Шевченко, когда громко хлопнул дверью из этого самого совета. Все уже знают, кто бил не только протестующих, но и обычных граждан Москвы, которые гуляли 5 мая в центре нашей столицы и попали под горячую руку так называемых ряженых. Или юродивых тогда уж, совсем уж если там заглядывать в историю России. Нужно, а совету нужно, вот прошло сколько времени, сейчас я гляну, 19-й, ага. Ну прошло, считайте, примерно 15 дней, и после 15 дней совету правому человеку надо разобраться и провести расследование, когда всем все уже давно известно. Кто избивал мировых протестующих и кто руководил людьми, которые избивали этих самых протестующих в нарушении практически всего. Совет по правам человека сейчас в Российской Федерации это сугубо бюрократическая структура, которая ничего не решает. А про нагайки можно сказать так, что любые нагайки пропадают у казаков там, когда у их противников появляется травмат и уж если на крайняк огнестрел. Израиль победил в конкурсе Евровидения 2018 с песней той, игрушка которой исполнила певица Нета. А Россия впервые за всю историю конкурса так и не вышла в финал, и сразу же посыпались на Юлю Самойлову гневные комментарии. Как так? Не умеет петь. Да, действительно не умеет петь, но она тут и ни при чем. Ее использовали преступная террористическая власть в данном лице Первого канала Константина Львовича Эрнста. В этом вся подлость. Посылают на Евровидение инвалида, заранее знают, что ее не пустят в Украину, а потом год спустя делают вид, что наша власть умеет держать слово. За примером, то что наша власть не умеет держать слово, далеко ходить не надо. Путин, вот, помните, да, в 2007 году призывал в Соединенные Штаты Америки не вмешиваться в другие государства. И что потом было? Война России с Грузией, аннексия Крыма, война в Сирии, когда Путин вмешался на стороне одной из конфликтующих сторон в данном государстве, на стороне президента Асада. То есть, грубо говоря, наша власть точно держать слово не умеет. Ну и так, хотя делает вид. Ну и в результате чего, больному человеку вместо того, чтобы оплатить лечение и протезы, и только после этого, после лечения посылать на Евровидение, сразу до лечения посылают на конкурс, чтобы раздуть скандал. В одном случае ее не пустили, в другом она провалилась. Юлия Самойлова попала под два огня. Российскую пропаганду и желание наказать Россию, что последнее и было исполнено. Когда от Алсу, от нас, начала в финале объявлять оценки профессионального жури, вся Европа в зале скандировала фу-фу-фу-Россия. Кричали не потому, что это Алсу, и не потому, что она поставила 12 баллов Молдавии, таким образом проводив так называемое территориальное голосование на Евровидении, ну, когда голосуют за своих. А потому, что Путин своими действиями настроил против себя всю Европу. Отравление Скрипалей, война на Украине, сбитый самолет президента Польши, покушение на президента Черногории. Не получила, не получится, но получает унижение кто? Россия? Путин? Нет. Эта девушка-инвалид Юлия Самойлова, которой люди пишут всякие гадости, не понимают, что ее использовали те люди, которые на непопадании Самойловой в финал подняли бабло в букмекерских конторах. Привет Иосифу Пригожину. Да, действительно, вот было видно, что девушка не умеет петь, и парадокс, мы на это именно и рассчитывали. Поэтому некоторые бродюсеры, фамилии которых я уже назвал, поставили в букмекерских конторах ставки на непопадание России в финал Евровидения. И таким образом срубили бабла. А девочка плачет, потому что это самое худшее выступление России за всю историю Евровидения. Я не против выступления инвалидов от нашей страны на Евровидении. Но сначала они, как и все, должны победить на хоть каком-то маломальски значимом вокальном конкурсе. Про новую волну и голос я вообще молчу. Все эти продюсеры, вместо того, чтобы продвигать реально талантливых исполнителей, во имя творчества и музыки, тупо зарабатывают бабло на горе исполнителей и на их горе. Самый смак Евровидения уже не первый год его обсуждения до и после эфира, когда один из гостей программы «Пусть говорят» на первом канале, прямо заявляет, что Европа конец. Почему, спрашивает ведущий, почему Европа конец? Отвечает гость. Да потому что ниггеров там слишком много. Ниггеров там слишком много. Их надо убивать. Но это очевидно. Он, правда, гость не сказал в этом студии, но это очевидная логика. Их надо не пускать. Это в прямом случае фашизм. Сергей Зверев, небезызвестный наш артист, на всю страну заявляет про одну из участников конкурса в прямом эфире. Да я бы ее отжахал на столе, не стесняясь ничего. Но в этом году всех переплюнули комментаторы Евровидения, особенно Юрий Викторович Асюта, который исполнителя от Австрии назвал, смотрите, вот это «черная шоколадка». Но если у нас не фашистское государство, то что такое тогда фашистское государство? Это все называется как раз таки расизм. Ну, в данном случае я расизм, не фашист. Фашизм – это другое. А в чем отличается расизм от фашизма? Расизм – это неуважение к людям другой национальности и другого вероисповедания. А фашизм – как раз таки их преследование. Смешаем расизм с фашизмом и получаем расшин. В чистом виде на Первом канале. То есть то, против чего боролись коммунисты с нацистами, а потом до 50-х годов до отменной сегрегации в США коммунисты боролись с империалистами, и ради чего 30 миллионов наших граждан оказались в сырой земле без нагробия, сейчас протестают в России. С чем я вас всех и поздравляю. А что касается победы Израиля, это действительно унижение России. Когда израильский ОС уничтожает наш комплекс панцирь, якобы непобедимый, панцирь С-1 в Сирии, а потом и побеждает нас на этом самом песенном конкурсе. То есть, чтобы победить на конкурсе, надо истребить российскую бронетехнику с нашими солдатами и офицерами внутри. Теперь Евровидение пройдет на земле обетования. Конкурс под вопросом, потому что есть арабы, мечтающие скинуть Израиль в море, и, конечно же, война в Сирии, которая уже сейчас переросла де-факто в региональный конфликт. Представляете, что, например, Россия разругается с Израилем из-за Ираны и начнет поддерживать Хазбалу, как в свое время СССР. И с севера будет поддерживать вторжение в Израиль. Это будет похлеще скандала, связанного с Евровидением 2016 года. А чтобы позора России в чемпионате Европы по пению, а это так следует называть конкурс Евровидения, надо вернуть право самим зрителям решать, кого пускать на Евровидение, а кого не пускать. Пусть победит, неважно, инвалид, не инвалид. Пусть от нас едет трансгендер на Евровидении, хрен с ним. Лишь бы он умел хорошо петь. Юлия Самойлова не умеет хорошо петь. Все. Точка. Идем дальше. Понедельник. Украинские боевые дельфины оказались подчиниться российским военнослужащим. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но и отказались от пищи в знак протеста против агрессии Москвы на Украине. Бабин также отметил, что очень грустно, что очень много украинских военнослужащих отнеслись к присяге на верность Украине значительно хуже, чем дельфины, с которыми не смогли справиться. Русские, которые вот как, вставая с колен, действуют, убивая животных. Понятно, зачем российским властям мертвые дельфины. Это деликатесное мясо дельфинов. Заманка для туристов в Крыму. Все мы знаем, что богачи в Крым не едут. Они предпочитают Сейшелы, Багамы, Турцию на худой конец. А у бедняков нет денег на обычный топ-билет до Крыма. А про гостиницу вообще молчу. Среднего класса в России уже не осталось. Его сознательно российская преступная власть уничтожила, введя контрсанкции на иностранные продукты. А сейчас, кстати говоря, расплатывается законопроект об введении уголовной ответственности за соблюдение санкций против нас, под которым можно подогнать любого человека, любого гражданина Российской Федерации. И в ходе этих самых наших ответных мер на их санкции повысились цены на все, а зарплаты, наоборот, понизились. Почти у всех, кто не лоярен нашему царю, дельфины воистину благородные животные. Они не терпят этого кровавого солдатского сапога-русни, который топчет Европу. Это вам не колорадские жуки-рашки, которые уничтожают сельхозкультуру чужой страны. Сам пост представителя президента Украины в Крыму свидетельствует о том, что Киев крымчан не забыл и не бросил, как нас уверяет Россия-24 и соловьиный помет. Ну, а то, что эта должность бесполезна сейчас, проблема не Украины и не украинской власти, а проблема всего мира. Если ты силен, то будешь плевать на международный закон. Россия, очевидно, сильнее, чем Украина. Однако сила эта злая. И дельфины, герои-самоубийцы, это подчеркивают своим мужественным поступком. А что касается военных Украины, которые изменили присягу, ну, дело в том, что надо понимать историю. Сначала украинские воеды переприсягнули в 1992 году вместо Совку, который приказал долго жить независимой Украине. Но когда человек переприсягнет раз, почему ему не переприсягнуть второй раз? Ну, уже на верность России. Так, плюс многие военнослужащие в Крыму местные люди. Это вам не Россия, где военнослужащих отправляют за... Ну, и плюс, да, многие военнослужащие украинской армии на тот момент, в 2014 году, были местными людьми. И понятно, что родной Крым, родной Керчь, Севастополь, Симферополь, они не хотели покидать. Ну, и поэтому как бы переприсягнули Россию. А Россия в ответ на это им гарантировала, что те, кто переприсягнут на верность России, они останутся служить в Крыму. Да. 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 И почему много украинских военнослужащих на тот момент были местными людьми? Потому что Украина, это не Россия, где граждан Российской Федерации, военнослужащих, посылают затрыгивать земель. Ну, например, если ты живешь в европейской части России, тебя посылают в западную часть. Ой, то есть, восточную, восточную, прошу прощения. Если ты живешь в восточной части России, тебя посылают в западную. Для чего? Для того, чтобы держать тебя на положении рабов и делать с тобой все, что ты захочешь. Ведь ты же там не сбежишь к друзьям, не расскажешь, как тебя бьют, там предстают офицеры, какие-нибудь не эти самые, не уставные взаимоотношения. Кому ты будешь рассказывать, если ты, например, живешь в Москве, тебя отправили на Дальний Восток. Правильно? Некому. А значит, с тобой можно делать все, что ты хочешь. В российской армии, де-факто, ну, я прошел от срочников, естественно, ты на положении раба находишься. В России плевать хотели на животных и на природу, лишь бы держалась власть и были бы полны карманы единороссов. Вот я, например, выкинул, сделаю такой харассмент, не так давно выкинул бутылку от газировки, когда ехал в танвай в окно. И что, меня кто-нибудь оштрафовал за то, что я выкинул мусор не в положенном месте? Нет. Как только совершается какое-нибудь преступление, ментов в России нет. А вот как только ты не совершаешь преступление, а ты заявляешь свою четкую гражданскую позицию, они тут как тут. В России плевать хотели на животных и на природу, лишь бы держалась власть. Идем далее, далее идем. Путин подписал указ о структуре нового правительства. Проект документа президенту передал премьер-министр, также новоиспеченный, никому неизвестный, Дмитрий Анатольевич Медведев. Во время встречи с ним в Сочи вводят конкретные изменения. Миноборнауки разделят на два отдельных министерства. Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Минпрос будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования. Второе Министерство науки и высшего образования будет заниматься научными учреждениями и развитием науки в стране. Не скрою, я один из идеологов этого разделения Миноборнауки на два министерства, потому что заниматься наукой это одно, а заниматься обучением наук в массовом порядке это совершенно другое. Однако, как всегда, хорошую, но бумагевую идею просрали, ибо разделять школы и техниками с вузами и НИИ как-то странновато. Я когда учился в школе, нам учителя постоянно рассказывали, что одна из главных проблем современного российского образования это несвязанность друг с другом школ и вузов. То есть в школе тебя учат, например, физики по одним программам, а вузе совершенно по другим. Плюс данная реформа разделения Миноборнауки не учитывает дошкольное образование и получается как бы разнобой детских садов, школ и вузов. Про Министерство науки тоже не все ясно. Как данное ведомство будет делить свои полномочия с Российской Академией Наук? По идее, именно она должна развивать науку в Тане. Но видно, академики озлобились на государство за то, что это самое государство отжало их собственность, уран, и передало так называемое фоно, чтобы продать собственность научную. А когда все разворовали, все лаборатории прикрыли или отдали в частные юрлица, фоно решили ликвидировать. Но потому что больше видно в Академии Наук было нечего разворовывать. Оно сделало свое фоно «Черное дело». Торговое представительство передадут от Минэкономразвития в Министерство промышленности и торговли, что позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей. Особенно мне понравилось последнее. Какого экспорта? Где наши передовые разработки? Когда наши передовые разработки так утекают за рубеж, за бабло для ОПГО озера? Обращу ваше внимание на другое. Так как эти торг-прессы находятся за рубежом, и понятно, что их эффективность зависит от работы посла России в той или иной стране, где находится самое торговое представительство, логично было бы его передать в МИД России. А Минпромторг должен непосредственно делать те вещи, которые не стыдно поставлять на экспорт. И это должна быть, конечно же, не только газ, не и другие полезные ископаемые. Притом, не как этот самый кортеж. Одна машина раз в 10 лет, а в массовом порядке и почти каждый год. Минкомсвязь преобразует в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это позволит реализовать цифровую повестку дня майского указа президента. Ух уж эти майские указы. Недаром народе говорят, что сделаешь важное дело в мае, и будешь маяться потом. Все оставшееся время. А кое-кто из немецкой резидентуры КГБ так и поступает. Подписывает самые важные законы именно в мае, чтобы народ и он лично сами же майлись. Так, вот мне интересно, цифровое развитие, оно возможно в отрыве от экономического развития, у которого есть совершенно другое министерство? Я думаю, что нет. А у нас это как раз-таки два разных министерства, что еще раз доказывает от неэффективности в самой структуре данного правительства. И как цифровое развитие сопоставляется с блокировкой телеграмм и с отменой без лимита на интернет в России, который действует с 2015 года. Да никак. И с тем, что я, например, когда у меня под окном встал трамвай, да, я не смог, между прочим, дозвониться в департамент транспорта своего города, потому что там занято. То есть, связь не то, что неналаженная, а очень плохая связь в России. Кстати говоря, моя мать постоянно бегает из комнаты в комнату, у нее мегафон. И мы живем с ней вместе, потому что у меня нет денег на свою квартиру, поэтому я решил блогерством зарабатывать. Ну и так вот, значит. И она постоянно там ищет, где лучше связь, где лучше связь. А при том, что мы живем в городе, ну, таком, не самом маленьком. И природные условия у нас позволяют иметь, ну, более-менее хорошую связь. Ну, нет. Нет. Я... так. Вот такая вот цифровизация у нас в стране. Росмолодежь и Рособорнадзор перейдут в прямое подчинение правительства. То есть, лично Медведеву. У Росмолодежь очень странная структура, которая силком и загоняет студентов на свои семинарии и в борьбе им, как хорошо служить царю-батюшке, которого вы видите на экране. И ввести здоровый образ жизни. Ну, да, они еще тот самый Селигер, а сейчас это называет территория смыслов, проводят. Вот практически и все. Логика данных перестановок правительства... Ну, в данных перестановок представляется логика этого всего. Мне так видится, что молодежь сейчас бунтует против власти. И как раз-таки Росмолодежь переподчиняется напрямую правительству. То есть, выводится из Министерства спорта и молодежной политики фактически в новую структуру, которая будет подчинена лично Медведеву, чтобы таким образом в ней работали те люди, которые будут убеждать молодежь не ходить на акции, подобные 5 мая в России. Все это пример абсолютной и преступной бюрократии. Что значит... А, ну да, и... И еще, кстати говоря, появляются должности первого вице-премьера. Вот у нас есть министры, у нас есть 10-10 вице-премьеров, и у нас есть первый вице-премьер Силуан. Если это не раздутый бюрократический аппарат, что это тогда? Когда вот министр, он там заведует целой отраслью в стране. По идее, он должен подчиняться премьер-министру, да? А нет, он подчиняется вице-премьеру. И то есть, ну, скажем так, вот, например, есть министр сельского хозяйства, да? А есть первый вице-премьер по сельскому хозяйству. У меня возникает логический вопрос. А первый вице-премьер по сельскому хозяйству. Он дублирует ли функции министра сельского хозяйства? Как вы думаете? Ответ, ну, конечно же, да! То есть, фактически, людям платятся деньги за то, что они дублировали функции другой схожей структуры. Но это просто неэффективность. Это просто неэффективность, заложенная в самой сути данного правительства. Теперь наше правительство установлено так. Вот есть премьер-министр, его зам, и министры, и их замы. Вот должно быть и все. Но нет. Вице-вице-премьер, вице-вице-премьер. Итак, далее. Что тут сказать? Бюрократия процветает. Да. Да. Идем дальше. Ночные волки опозорились в Крыму на Крымском мосту. Первыми нарушителями правил ПДД на новом Крымском мосту, не считая непростегнувшего Владимира Владимировича Путина, стали членами байкерского клуба «Ночные волки». Мотоциклисты остановились на Крымском мосту, что нельзя делать по правилам, чтобы сделать селфи. Но поговорим об другом. Оказывается, Путин имел права на управление грузовика на том мосту, где он их получил, но где он права эти получил, кому и когда сдавал права на право управления грузовиком. Этому никому неизвестно. Были ли он в автошколе или нет. Понятно, и имел ли он права при себе. Понятно, что можно прикрыться тем, что каждый, кто служил в КГБ, должен управлять этой здоровенной махиной, этим здоровенным грузовиком. Но дело в другом. Он поездки по Крымскому мосту показывает. Вот я ваш царь. Я могу не пристегиваться. А вы, мои рабы-холопы, граждане Российской Федерации, должны и обязаны соблюдать мои понятия и законы, даже если они для вас губительны, наносят вред, или даже если сам я, император всего русского мира, царь комитета государственной безопасности, собиратель земель русских, Владимир, красное солнышко на вашем пятне. Свои же правила установлены не соблюдаем. Тот самый КАМАЗ, на котором, кстати, ехал наш российский царь, модель номер 6511-5, у него сиденье производства США, сцепление у него производства Германии, двигатель американский и коробку передач также из Германии. А, собственно говоря, сам завод КАМАЗ занимает только сборкой всех деталей и запчастей. Вот он, очень патриотичный жест нашего президента на американском двигателе. Стоит мост. Кстати говоря, его постройка обошлась в казне в 38 миллионах рублей. Это самый дорогой мост в мире. И скоро вы, все граждане Российской Федерации, будьте расплачиваться из своего кармана в виде повышения налогов и пенсионного возраста. Однако мост строили не столько и не только для того, чтобы распилить бабло. Он преграждает выход украинским кораблям из Азовска в Черное море. То есть мост нужен российской власти, чтобы около него досматривать и обыскивать украинские корабли. И, наверное, что-то от них иметь. Либо деньги за право не досматривать корабли, либо какое-то имущество у тех украинских кораблей, которые будут проплывать через этот самый мост. А то и вовсе их не пускать в Черное море. Я надеюсь, Запад это так просто не оставит. И построит свой мост из Финляндии в Эстонию, чтобы не смогли российские корабли так спокойно транспортировать свои грузы из Финского залива, например, в Калининград. Это как раз хороший будет ответ путинской власти. И, конечно, в Волкан. И данные корабли из Финского залива тоже, чтобы досматривали натовцы. Вот тогда-то Мария Захарова запоет. Да как так? Нарушает московое право против нас. А поздно. Мы сами начали его нарушать. Нам же, в конечном счете, и расплачиваются за наши же нарушения. Есть и военный аспект открытия Крымского моста. Это его уязвимость как объекта для бомбардировки. Ведь у нас фактически с Украины идет война. И где гарантия того, что мост не будет атакован? Такой гарантии нет. С-300, С-400, но они не смогли защитить небо Сирии от американских ракет. Так с чего вы взяли, что они могут защитить от украинских ракет? Так что вполне мост может быть разрушен. И ведь тогда 38 миллионов рублей в прямом смысле утонут в Керченском проливе. А что касается тех байкеров, которые первые, это официально зафиксировано, нарушили ПДД на Крымском мосту, они сделали это ровно для того, чтобы первым нарушителем ПДД на мосту не был зафиксирован Владимир Владимирович Путин. Любой, в кавычках, российский. Меня успокаивает только одно, что любой, в кавычках, российский байк, разбивается под гусеницей украинского танка ПУЛАТ. Причем на том же самом Крымском мосту 2. Почему 2? Это потому что у нас уже есть один Крымский мост в Москве, который следовало бы теперь назвать Немцов мост. Да, чтобы вот не путали и на туристы, которые приезжают к нам в Москву, чтобы там не вбивали в электронных картах Крымский мост, а им не высвечивалось, а им высвечивалось, то есть теперь иностранные туристы, вот они прибывают в Москву, вбивают Крымский мост, а им высвечивается не Москва, а этот самый мост, по которому на этой неделе открыли движение. В общем, грубо говоря, путаница на картах. Но я думаю, что этого не будет. Четверг. Одна из самых горячих тем. Минфин и Минтруд предложили варианты повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Минфин заявляет, что увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые 6 месяцев. Минтруд предлагает выход на пенсию для мужчин в возрасте 65 лет, а для женщин в возрасте 60 лет попутно увеличивая внимание дефицит, не профицит, а дефицит пенсионного фонда 160 миллиардов рублей до 106 миллиардов рублей до 256 миллиардов рублей. Еще раз, не профицит увеличить, а дефицит. Тут же министерство кивает друг на друга и заявляет, что мы этого не предлагали. И вообще какая-то странная идея, но она есть. Чиновники кивают на западные страны и заявляют, смотрите, смотрите, а вот у них пенсионный возраст повысили, и людям ничего, не понимая и не зная всех факторов пенсионной системы Запада. Во-первых, люди там живут примерно до 89 лет. Это достигается прекрасной экологией и медициной. Но самое важное, что в пенсионной системе США, например, предусмотрен досрочный выход на пенсию для всех категорий граждан, а не только для вояк и ментов. У нас только для чиновыш вояк и ментов, собственно говоря. Но правда, в случае досрочного выхода на пенсию, то есть не в 60 лет, а в 55, ну там разные причины, кто-то может травмировался на заводе Ford, к примеру, там может кто-то потерял здоровье на заводе Nike, ну условно, условно, да, и вот он выходит, принял решение, этот самый человек, гражданин Соединенных Штатов, принял решение раньше уйти на 5 лет на пенсию. И тогда ему платится со своего фонда не 100% средств, а только 75-77, что в перечете на наши деньги это немало, 38 тысяч рублей против наших 10 тысяч при сопоставимом уровне цен, а еще у нас люди должны даже до пенсионного возраста, так, у нас работодатель сам должен отчислять деньги в пенсионный фонд, что по сути провоцируют самую обычную безработицу ведь хорошо, жить всяким там большим ашаном с икеми, а вы попробуете открыть частную маленькую хлебопекарню. В западных странах работник, ну это логично, работник сам должен подаводиться о своей будущей пенсии, и не должен отчислять деньги в пенсионный фонд, он может конечно это сделать, там государственный пенсионный фонд, не государственный пенсионный фонд, но работник может и не делать отчисления в пенсионный фонд, а например копить у себя под подушкой, это делается потому, что видите воруют из фондов не только у нас, но и во всем мире, мире и это самая мера как раз-таки по борьбе с хищением генеральных средств, ясно, что если менеджмент той или иной того или иного пенсионного фонда своровал деньги этого самого фонда и скрылся за границей, то люди потом не пойдут не то, что там в его пенсионный фонд, а вообще в пенсионный фонд и будут хранить деньги подушкой, а у нас работодатель обязан отчислять деньги в пенсионный фонд, ну а соответственно работник должен состоять в этом пенсионном фонде, правда сейчас разрешили выбирать государственный пенсионный фонд или частный, что по сути дело одна и та же хрень. пенсионный эти самые накопления наше правительство часто морозит, это оно так называет, а по сути оно может украсть деньги наработанные вашим честным трудом и потратить на свои нужды, как вам, нравится жить в России? Да после этого любой захочет отсюда уехать куда подальше. Ну, про экологию. Там на западе раздельный вывоз мусора. Мусор сжигательный завод с так называемым нулевым циклом. Это когда плавят мусор без вредных выбросов в атмосферу. У нас такого нет. Ну, у нас есть так небольшие мусороперерабатывающие заводы, но и в масштабах всей страны их явно недостаточно. А у нас есть город Челябинск, например, заводы, которого дымят так, что хочется просто убраться не то, что в другой город, а в другую часть России. А у нас есть полигон Ядрова в Подмосковье, где фактически отравляет жизнь местным людям. А у нас медицина есть, где на завтраках для больных воруют деньги. А у нас есть еще Крым на попечении Донбасс, на попечении Сирии, где, конечно, участвуют не только наши вооруженные люди, но и наши деньги, потому что деньги из бюджета, не только, кстати говоря, наружие для шахтеров, трактористов, но и, например, на восстановление Сирии, где было объявлено, что Запад не будет и не должен восстанавливать республику. Это автоматические затраты на дома, дороги, перекладывают на Россию. Естественно, наши чиновники из своего кармана на восстановление Сирии денег не дадут, они его откуда возьмут? Правильно, из бюджета. А чтобы вы россияне не роптали, вам повышают пенсионный возраст, чтобы вы сдохли до того момента, как вы будете получать пенсию. Отлично, чтобы эту самую пенсию никому не платить. И чтобы деньги от того, что никому не нужно платить пенсию, потому что человек пенсионного возраста уже умер, пойдут на восстановление Сирии, на содержание Донбасса и на прочие в кавычках очень нужные вещи. Вот мне интересно, может быть вместо моста в Крым этих самых 338 миллиардов рублей вложить в пенсионный фонд, например. Удивительно, кстати, что Министерство труда, которое призвано обеспечить труд россиянов, его осложняет. У нас здоровые мужики в 60 лет мрут как мухи, а тут делается повышение пенсионного возраста. Это создает и еще одна проблема. У нас людей в 50 лет, как правило, выкидывают в прямом смысле с работы, прям так мне говорят, вы старый человек, пошли вон из компании. И нашему государству поливать на то, как человек будет 10 лет доживать до пенсии. А теперь представьте, что это будет не 10 лет, что это будет 20 лет. Каково вам будет тогда, уважаемые все те, кто голосовал за солнце нации 18 марта, а? Но даже если работник должен дожил на своей работе до своего пенсионного возраста, вопреки всему, то повышая пенсионный возраст, вы обрекаете молодежь на ту же самую безработицу. Ведь человек сидит на своем рабочем месте, будет сидеть на своем рабочем месте до 70 лет, а везде работодатель требует опыт работы, и у него, у работодателя для 80-летних просто неопытных сотрудников просто не будет рабочего места, потому что его будут занимать те люди, которым пора на заслуженный отдых. Именно поэтому молодежь это чувствует, и она выходит на акции по свержению, ну, по призыву он нам не царь. выходит на акции протеста против этой самой власти. Кстати говоря, при этом Медведев заявляет, что нет, нет, никакого повышения пенсионного возраста не будет, но его подшефные в правительстве заявляют, да, да, решение примета по формуле, если что, ну, тут царь хороший, а бояре плохие, тут, если что, премьер-министр хороший, а министр плохие. Я надеюсь, что если Навальный действительно хочет стать президентом России, он должен свои льды привлекать не только молодежь, ну, ну, и людей так называемой второй молодости. по тем причинам, что я описал и буду, надеюсь, продолжать описывать дальше. Идем дальше. Дмитрий Медведев, уже тут я говорил о том, что Путин подписал указ о новом правительстве, тут я больше касался министерств, а здесь я буду говорить о персоналиях. Итак, РТВА, Дмитрий Медведев представил новое правительство России. В основном знакомые все лица, но есть пару резонансных назначений. В первую очередь, это министр МЧС Евгений Зинчев, генерал-лейтенант ФСБ и ФСО России, личный охранник Владимира Владимировича Путина. Данные назначения нам свидетельствуют о том, что когда Путин говорит про тремучее охранительство и то, что оно не нужно стране, читай, все совершенно наоборот. То есть, должности у нас получают не по профессиональным качествам, а по принципу доступа к телу. Если есть у тебя доступ к телу Путина, то считай, министерство у тебя в кармане в прямом и переносном смысле этой фразы. А ведь МЧС это одна из структур, которая должна спасать простых людей, а не только жопу царя. И как интересно было наблюдать за этим цирком, связанным с Михалковым, когда в его программе Бесогон ТВ он справедливо раскритиковал тогдашнего министра МЧС Пучкова и его прогнали, то есть сняли программу сняли с эфира, а министра прогнали, то есть Михалков оказался прав по МЧС. И с ним согласились в Кремле, что говорит про влияние всем известного барина на Кремль. Вот у нас есть царь, сами знаете кто, и есть барин. И они пришли к консенсусу по поводу МЧС. Конечно, Пучкова, увольнение Пучкова подстегнуло скандал в Кемерово и он не удержал свое кресло. То же самое можно сказать теперь и про министра транспорта с представкой X Максима Соколова. В Кремле не забыли Небольшая пауза возникла. В Кремле не забыли истории, когда много было аварий с детьми. Дети гибли на дорогах. И помните в 2014 году резонансная авария в Панмосковье. КамАЗ с щебенкой влетел в пассажирский автобус. Соколову не удалось протянуть с красной поезда хотя бы до Екатеринбурга. Можно много чего перечислять. Это и самолеты разбившиеся с нашим военным хором в Сочи. Саратовские авиалинии и их трагедию. После чего прикрыли Саратовские авиалинии. Разорение Вимавиа, Трансайра, Разорение и так далее. Надеюсь, что новый министр с правильной фамилией Дитрих если речь идет о дорогах построит качественные автобаны а самое главное безопасные в Российской Федерации. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев старший сын Николая Патрушева секретаря Совета безопасности России бывшего директора ФСБ в звании генерала армии во всем мире. Даже в самых коррумпированных странах считается неприличным и недозволенным только царю назначать своего сына или дочку на государев пост. А тут мы видим не просто клановость КГБ а монархию самую настоящую причем не у царя батюшки а у подчиненных царя. Может быть сын Николая Патрушева и хороший человек и знает о сельском хозяйстве. Но когда его отец руководитель Совета безопасности Российской Федерации кстати говоря я вам напоминаю историю что героин или как там Кокс в аргентинском посольстве России именно транспортировкой этого героина занимался руководитель Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев лично. Именно его самолет летал в Германию и туда поставлял наркотики из Аргентины. И вот теперь его сынок его пасынок будет руководить сельским хозяйством. Вот так вот. То есть у нас фактически будут наркотики на продажу выращивать. Это вот простой пример назначения сынка руководителя Совета безопасности что социальные лифты в России для тебя закрыты если ты конечно не мажор. Министр науки стал Михаил Катюков который возглавлял то самое ненавистное фоно для всех ученых в России. А теперь этому фоно дали фактически министерский уровень. Каково? А, то есть теперь у нас министерство по убийству науки будет существовать в России а не по развитию. и это сознательный месседж из Кремля в сторону Академии наук. Вот что вы вот вы академики рапортовали против фоно а теперь оно будет так министерство поэтому хрен вам о неразвитии науки сидите там вран и все не вякайте. И конечно кстати говоря именно поэтому уже и руководитель Академии наук поздравил с назначением этого самого министра Катюкова на должность министра образования и науки. И конечно же я думал что уберут но нет того человека который продолжает позорить всю нашу культуру нашей страны господин Мединский все таки сколько бы скандалов с его именем не было бы связано но тем не менее все таки остается на своем посту. Нет ли меня более омерзительной фигуры чем он в новом правительстве во первых у него поддельная диссертация чтобы она не была таковой подминистра создали целую специальную комиссию профессоров чтобы таки он наконец-таки дали ему легальную степень доктора исторических наук. Во-вторых господин Мединский отдает бюджетные деньги на фильмы которые не просто проваливаются в прокате а с треском проваливаются в прокате и как следствие его указ о запрете 9 мая показывает голливудские фильмы в кино потому что вот мы кричим о нашем патриотизме какие мы велики и славны а что получилось на праздник победы то что если бы нет указ что голливудские мстители заняли бы совершенно очевидно первое место а Собибор который так был распиарен при том что и тот и тот фильмы неплохие но просто бы как данность на первом месте были бы мстители это очевидно Собибор бы такая жесткая тема но тем не менее проиграли бы мстителям и вот чтобы этого не было господин Мигинский издает указ где голливудские фильмы должны исчислять наше кино чуть ли не миллиард там рублей точнее прокатчики голливудских фильмов здесь у нас запрещая фильмы смерть Сталина кстати говоря данный фильм я посмотрел и я скажу что данный фильм смерть Сталина ничего были прикольные шутки были прикольные моменты ну кочунство или это не знаю в чем-то конечно кочунство но оно ведь и искусство кино то что сейчас кажется совершенно обычным лет 10 назад казалось неприличным амитинский запрещает нам смотреть все хорошее не только в кино но и в театре поддерживая силовые структуры когда они задерживают режиссеров и артистов театров некоторых вы знаете седьмая студия там Лобродский ну и как вишенка на торте Мигинский говорит так что я требую чтобы режиссерам и этим деятелям давали еще больший уголовный срок чем следственный комитет и прокуратура министерство культуры которое должно заниматься этой самой культурой и охранятели помогать деятелям культуры участвуют в репрессиях против деятелей культуры из чего я делаю что никакой нихрена культуры в России не будет при нем а будет такая культура ну вот например сделали ну правда давно ну а это было ну мы же как анализируем подводим итоги старого правительства что сделали вот этот самый большой театр но простому зрителю в большой театр не попасть билет стоит так дорого то есть восхититься для любителей оперу для любителей оперонда для любителей оперы можно можно только за большую денежку заместитель господина мединского постоянно фейсбэшниками ловится на взятках а с него взятки гладки он на своем посту не будет у нас ни хрена ни культуры ни науки да и вообще как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов дальше будет только жестче за данным правительством на этом все спасибо за внимание спасибо всем тем кто остались слушать меня до конца увидимся на следующей неделе пока пока